Всем привет! Рада, что вы заглянули ко мне на канал. Приглашаю вас прогуляться по магазину фикс прайс и посмотреть на новинки. Новинок много, посмотреть есть на что. Ну а если вы уже что-то пробовали, пишите свои отзывы в комментарии. Настенное декоративное зеркало с крючками, производство Китай, состав стекло и сталь. Стоит такое зеркало 249 рублей. В магазине несколько вариантов. Выбрать можно на любой вкус. Зеркала продаются только в золотом цвете. Мне, если честно, больше всего понравилась круглая. На крючках удобно хранить всякую мелочевку. Ключи, браслетики, а сейчас вот еще и маски. Очень актуально. А что? Кружки от Укечен объемом 410 миллилитров. Производитель Китай, состав Фаянс. Продаются в нашем магазине в двух расцветках. Абрикосовый и ярко-желтый. Издалека на кружки приятно глянуть. Но когда берешь в руки, то видишь все недочеты уже довольно явно. Поэтому при выборе этих кружек будьте предельно внимательны. Цена не маленькая 99 рублей. И купить брак за эти деньги как-то не очень хочется. Тарелка от Укечен, диаметр 19 сантиметров. Производитель Китай, состав опаловое стекло. Стоит такая тарелка 77 рублей. Рисунок нанесен на тарелке очень аккуратно. Они имеют приятную форму. Классно смотрятся. Отлично подойдут и для вторых блюд, и для десертов. Тарелка от Укечен, диаметр 16,5 сантиметров. Производитель Китай, состав Фаянс. Я бы сказала, что это слишком громкое название. Тарелка это блюдце, которое идеально подходит по чашке, который сейчас есть в продаже. Стоит 55 рублей. В нашем магазине в двух расцветках эти блюдца. Сделан довольно аккуратно. Крючок, размер 14 сантиметров. Производитель Китай, состав окрашенная сталь и полирезин. На крючок сделана накладка из полирезина в форме цветка различных цветов. Есть белые, желтые, красные и сиреневые. По цветам ползают божьи коровки. Но имейте в виду, что они очень быстро отваливаются от металлической основы. Сковорода скова с антипригарным покрытием произведена в России диаметром 18 сантиметров. Достаточно глубокая. Как пишет производитель, предназначена для любых плит с любыми поверхностями и для мытья в посудомоечной машине. Стоит такая сковорода 149 рублей, но даже эти деньги я вам не советую выкидывать на ветер. Этих сковородок даже при бережном отношении надолго не хватает. Нож универсальный, произведен в России, длина 22 сантиметра. Сделан из коррозийно-стойкой стали и полимерных материалов. Предназначен для нарезки пищевых продуктов. Длина лезвия у этого ножа 12 сантиметров. Производитель предупреждает, что нельзя использовать при мытье абразивные моющие средства и после применения нужно вымыть нож и вытереть насухо. Этот нож имеет фигурный край, что говорит о том, что самостоятельно заточить его в случае, если он затупится, вы не сможете. Полотенце кухонное вафельное набивное, размер 45 на 60 сантиметров, состав 100% хлопок. Производитель Россия. В продаже три варианта расцветок. Все они на фруктово-ягодную тематику. Очень яркие, приятные принты. Такие симпатичные полотенца станут выгодным акцентом на вашей кухне и, конечно же, незаменимым помощником. Вешалки для брюк от Home Time. В набор входит три штуки. Производитель Китай, состав полипропилен и нержавеющая сталь. Стоит такой набор 99 рублей. Продается в двух расцветках, бежевый и розовый. Сделан очень добротно. Прищепки довольно тугие. Их можно двигать по пластиковому основанию, подгоняя под размер штанины. Также посередине вешалки есть небольшой выступ, являющийся крючком, который позволяет вам повесить эти вешалки одна на одну для более компактного хранения. Обальное зеркало на деревянной подставке. Производство Китай. Состав дерева, стекло, ПС и сталь. Стоит такое зеркало 249 рублей. Зеркало двухстороннее. Одна сторона обычная, вторая имеет увеличение в два раза. Не могу сказать, что мне это зеркало понравилось, что оно чем-то цепляет. Кстати, это не самый устойчивый вариант. Единственное его достоинство, то, что оно подходит, как нельзя, под органайзеры, которые сейчас в большом количестве завозят фикс прайс. Бульонница с ручками Ату Китчен объемом 600 миллилитров. Производитель Китай. Состав Фаянс. Стоит эта бульонница 77 рублей. В продаже несколько веселых расцветок. Очень симпатичные рисунки. Флористическая тематика. Внутри все бульоницы темные. Кувшин для воды Ату Китчен объемом 2 литра. Производство Китай. Состав стекло, полипропилен. Стоит такой кувшин 249 рублей. Кувшин имеет удобную устойчивую форму. Ручка, за которую поднимается кувшин, крепится на горлышке. На крышке кувшина имеется ситечка. На тот случай, если вы решите в него налить компот, чтобы ягоды и фрукты не попадали в стакан. В продаже несколько расцветок. Темно-синий, черный и темно-зеленый. Пиала Боула Ту Китчен объемом 420 миллилитров. Производитель Китай. Состав опаловое стекло. Стоит эти пиалы 55 рублей. Рисунок нанесен с двух сторон. Красивый филенчатый край и удобная форма. Контейнер для продуктов Хани объемом 1,2 литра. Производитель Россия. Состав полипропилен. Размер контейнера 160 на 120 на 100 миллиметров. Стоит 77 рублей. Слегка заужен к низу. Контейнер для продуктов Хани. Объемом 2,1 литра. Размеры 220 на 140 на 101 миллиметр. Сделан из пропилена. Произведен в России. Стоит 149 рублей. Различаются только цвета крышек, которые хорошо открываются и закрываются. Регулируемая подставка под телефон. Производитель Китай. Стоимость 149 рублей. Состав АБС. Исплав алюминия. Подставка раскладывается с 12 до 16 сантиметров. Имеет нескользящее покрытие как на поверхности, которая касается телефона, так и на поверхности, которая касается стола, на котором будет стоять подставка. Подставка компактно складывается. Имеет регулируемый угол наклона и высоты держателя. Продается в трех цветах. Черный, бирюзовый и белый. И вот так, как изображена на упаковке, подставка не держится. Телефон слишком тяжел для нее в таком положении. На ножке внизу нет никакого фиксатора, поэтому телефон в таком положении начинает просто падать. Подробный обзор этой подставки вы можете увидеть в моем влоге, который скоро выйдет на канале. Сумки Шопперы. Производитель Китай. Состав ПВХ, полиэстер и сталь. Стоит 199 рублей. Сумки сшиты из дермантина. Выделка под кожу. Смотрится симпатично. Длинные ручки. Сумку можно повесить на плечо. Застегивается на замок молнию. Сбоку имеет довольно вместительный карман и широкое овальное дно. Сумки продаются в трех расцветках. Темно-синее, бежевое и красное. У красной, кстати, карман боковой имеет немножечко другую форму. И он застегивается на молнию. Но он гораздо меньше по размеру. Она и сама, несмотря на то, что очень похожа на предыдущие сумки, немного по-другому сшита. Более плотный материал. И выглядит, соответственно, тоже немного иначе. Складные коробки размером 30 на 20 на 16 сантиметров в различных цветовых решениях. Производитель Китай. Состав не тканый материал и картон. Стоят эти коробки по 99 рублей. Предназначены для хранения вещей. Мешки для хранения овощей. Производство Китай. Состав полиэстер. Мешочки стоят 99 рублей. Представлены в двух вариантах. На одних нарисована картошка. На других лук. Широкое прямоугольное дно. Сшиты мешки аккуратно. Все они светло-бежевого цвета. Верхняя часть мешка затягивается на веревочку и фиксируется ограничителем. Но будьте внимательны при выборе. Сразу проверяйте. Потому что не все ограничители одинаково хорошо держат. Есть такие, которые просто вообще никак не держат. Не знаю для кого как. Для меня это абсолютная бесполезная покупка была бы. Деньги на ветер. Объем у мешка небольшой. Плюс его еще дополнительно надо стирать. Хорошо, если он еще отстирывается. Потому что картошка и лук это довольно грязные овощи. Кружки АТО КИЧЕН объем 350 миллилитров. Состав керамика. Производитель Китай. Стоят кружки 77 рублей. Обычная квадратная форма. Удобная толстая ручка. Снаружи все кружки кипельно-белого цвета. И лишь тоненький ободочек вверху кружки позволяет нам догадаться, какого же цвета она внутри. А внутри очень сочные яркие краски. В пару к детским тарелочкам в детской серии посуды АТО КИЧЕН есть чашки. Объем 200 миллилитров. Производитель Китай. Состав опаловое стекло. На рисунках все те, кого так любят дети. Единороги, панды забавные и спящие, и бодрствующие, играющие. И собачки с длинными ушами. До невозможности милые и все время спящие. Пиала Боул из детской серии посуды АТО КИЧЕН объемом 370 миллилитров. Производитель Китай. Состав опаловое стекло. О том, что это пиала, с первого взгляда не догадаешься. Узнаешь только из этикетки. На первый взгляд это обычная суповая тарелочка небольшого размера. Ну и правильно, потому что она детская. Рисунки на тарелках повторяют те же самые, которые идут на детских кружках из этой же серии. Выглядит все очень мило, забавно, мультяшно. Я думаю, что детям понравится. Набор швейных ниток. Производство России. Цвет ассорти. Это штапельные нитки в два сложения. 100% полиэстер. Какой-то особой прочностью они не обладают обычные швейные нитки. Отлично подходят для того, чтобы сшить какую-то вещь. Или зашить. Стоят эти нитки 55 рублей. Но если у вас есть карта фикс прайс, вы можете взять этот набор всего за 47 рублей. Бокс с органайзером. Одна секция. Размер 173 на 250 на 141 миллиметр. Стоит такой бокс 199 рублей. В продаже три расцветки. Серая, оранжевая и ярко-зеленая. Боксы аккуратно сделаны и отлично подойдут для организации хранения всякой мелочевки. Ручка стилус от Флекс ценой 55 рублей. Отлично подходит для рисования и работы на сенсорном экране. Не требует зарядки и подключения к смартфону. Цвет чернил в ручках разный. Обращайте на это внимание. Произведены стилусы в Китае. Состав АБС. Выполнены стилусы качественно. Цвета в продаже есть различные. Так что выбрать есть из чего. Особенно если вы любите рисовать. Продолжение следует... Продолжение следует...